Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Спорт на Дону». С вами Лев Клинов. И я с огромным удовольствием представляю наших прекрасных донских красавиц, представительниц гандбольного клуба «Ростов-Дон». Самого любимого, конечно же, клуба в нашей гандбольной стране. Итак, Елена Слевинская, Майя Петрова. Здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам. Такие красивые, но, наверное, не уставшие, да? Или устали? Все-таки сложный чемпионат Европы был, где вы за своих одноклубниц болели. Плюс у вас тренировки, насколько мы знаем, достаточно тяжелые физически были. Ну да, сейчас такой период, что вся наша команда разъехалась по своим сборным, поэтому у нас осталось совсем мало, и основной уклон был на физическую нашу подготовку. Поэтому тренировки были достаточно интенсивные и тяжелые. А то, что касается чемпионата Европы, мы, конечно же, следили за нашими девчонками, всеми. За всеми сборными, которые представляют. За всеми во всех сборах, да? Да, которые представляют. За донских красавиц. Болели. Поэтому немножко морально тоже подустали. Но что было самым сложным, может быть, самым неожиданным для вас на этом чемпионате Европы? Кого вам не хватало в нашей сборной? Чего, может быть? Ну, очевидно, что не хватало левого угла в нашей сборной. Это Полина Кузнецова. Обидно, она травмировалась на последних тренировках и не поехала. И поехали две девочки молодые. Ну, то есть вот опыта, именно на левом углу не хватило опыта. То есть и вот Полину Кузнецовой очень не хватало. Ну, и также, скажем, что Влада Бобровникова поехала с недоличной травмой, как бы, и она очень хотела помочь сборной, но, наверное, все-таки нога не давала ей, как бы, на морально-волевых она играла, да. Но при этом несколько матчей удалось провести. Она очень хорошо, я сказал, что достойно, да. Она сыграла, просто обидно то, что, мне за Владу обидно то, что она поехала, и в итоге ценой своего здоровья, да, ну, результат оказался ниже. В нашей сборной не хватало тех игроков, которые были на Олимпиаде. Это, в частности, Имайя Петрова, да, капитан команды Ирина Близнова, Катя Маринникова, ну, можно как бы много перечислять, да, Ольга Левина. Конечно же, основного вратаря нашей команды, да, это Аня Седойкина, которая сейчас травмирована, ценой своего здоровья завоевала олимпийское золото. Конечно же, если был бы тот состав, да, который был на Олимпиаде, результат, конечно же, был бы другой. Как показала практика, что мы обыгрываем всех, и никакая Норвегия, ни Франция нам не страшны. Вот. Но сейчас, как бы, мы видим, что происходит омоложение состава, и, в принципе, это логично, потому что следующая Олимпиада только через четыре года, и за четыре года есть возможность наиграть молодых игроков, чтобы они были достаточно подготовлены, как наши девчонки, да, которые уже завершили карьеру или которые не участвовали в чемпионате Европы, чтобы они были готовы к следующей Олимпиаде. Да, если сейчас нет результата у сборной, то это не означает, что, например, его не будет с этим же составом там через год, через два. Девчонки собрались сейчас, на 50% сменился состав, и, естественно, в первый же год очень трудно сделать такую боеспособную команду. Из-за этого курс взят на следующую Олимпиаду, новый цикл пошел, и это правильно. То есть, как бы, будем теперь надеяться, что уже со следующего большого старта, это чемпионат мира, что уже команда будет более боеспособна. Но еще нужно отобраться туда, и, насколько мы знаем, в квалификации придется сыграть со всеми любимыми. Польша, да. Польша, да, Польша. Будет. Ну, мы верим и знаем то, что, как бы, девчонки там все неплохие, молодые там, девочка с Динамо, с Гатченко, то есть, в 17 лет попавшая в сборную, и отыграла, я считаю, что она очень достойна на достойном уровне. Как бы, у нее столько еще лет впереди в ее карьере, вот, и девчонки там, ну, очень многих, можно сказать. Астраханская девочка... Карина Сабирова в центре играет, то есть, ей тоже 18 лет всего лишь, то есть, у нас даже Аня Вяхерева попала на чемпионат Европы 2014 год, ей тогда было 19, по-моему, лет, да, и считали, что, ну, как бы, достаточно молодой игрок, так у нас сейчас девчонки вот и 17, и 18 представляют сборную России, и, как бы, я считаю, что у них очень большое будущее, и они могут долго еще наигрываться, сыграться, у них есть на это время. Раз мы затронули олимпийскую тему, как лучшая подруга поздравляла напарницу по команде с чемпионством? Первые минуты, да, там написала смс, вот, потом, когда уже Майя приехала, мы встретились, Майя пригласила нас на такое, ну, узким кругом мероприятия, ну, конечно же, там обнимашки всякие, там, заказали торт в виде олимпийской медали, вот, ну, так как там присутствовала еще Аня Сень, получилось, что это был совместный наш подарок, а еще была Регина Шамкута, и, конечно же, поэтому, ну, все прошло так хорошо, по-домашнему. Здорово. Регина Шамкута, как себя чувствует, кого же она ждет? Расскажите нам, если это не секрет. Так, мы не знаем, секрет это, для нас это не секрет. Вот, я думаю, и для нас будет не секрет, если вы расскажете. Можем рассказать, как думаешь. М-м-м, это я думаю, да? Да. Ну, Регина ждет девочку. Девочку. Да, у них будет девочка. То есть будущую гонболистку Росавдан. Да. Давно у нас не было девочек в команде. Да, в основном мальчишки. Все футбольная команда у нас подрастает. А тут вот, наконец-таки, девочка. А будет подругой дочери Елена Сливинской? Да, я, наверное, уже будет нянькой, а не подругой, потому что разница у них будет уже большая, 8 лет. Поэтому, скорее всего, нянькой. Здорово. Но, возможно, есть имя в планах? Может быть, вы советовали что-то? Может быть, сейчас посоветовать? Ой, ну мы советовать точно не можем. Это они должны с мужем решать. Но уже вторая семья спортивная. Ну да. Но в этом вопросе мы не можем советовать. Но знаем, что там фигурировало имя Майя. В честь Майи Петровой? Да нет, конечно же. Ну, просто, видимо, я знаю, что Лена в свое время тоже хотела. Да, они думали назвать Майя. Ну, вроде как, я не могу за свое имя говорить. Но многим, наверное, нравится оно. И как бы, да, такое вот у них есть то, что муж ее хочет дать дочке имя Майя. Но Регина, не знаю, Регина, наверное, думает по-другому. Ну, если честно, даже вот имя Майя, продолжение темы, да, имя Майя. Ну, вот как-то даже вот на Майю скажешь, например, Майка. И все равно это не обидно, потому что, ну, как-то это звучит так по-доброму. И все ассоциируют там Чаламая. Ну, не знаю, как-то. В ближайших гандбольных матчах мы поговорим совсем скоро. Ну, а сейчас хочется передать слово Роману Саганову. Он о гандболе не будет рассказывать, но зато другие немало важные, немало интересные темы. Рома, тебе слово. Физкульт-привет, Лева, спасибо огромное. И у меня сегодня только хорошие новости, так сказать, одни победы. Еще одним чемпионом на Дону стало больше. Ростовчанин Рамазан Абучараев выиграл золотую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе. В этом году мировой чемпионат проходил в Будапеште. Наш земляк стал победителем весовой категории до 80 килограммов. Эмоции пока я как бы не чувствую, что это, эмоции пока, осознание еще не пришло. А так о соперниках, соперники были все основные конкуренты в мире, которые на сегодня есть, все боролись. И чемпион Европы этого года, и призер мира прошлого года, и призер европейских игр. В общем, все основные соперники боролись. В финальном поединке Рамазан одолел турецкого борца, с которым у него особые счеты. В финальной схватке я боролся с борцом из Турции Аслан Атем, с которым я боролся, кстати говоря, на чемпионат Европы в этом году. Уступил за третье место. И вот матч-реванш у нас, где я выиграл у него со счетом 3-1. Очень такой напряженный схватки, потому что матч-реванш всегда имеет место напряжению. По словам наставников новоиспеченного чемпиона, этот успех на чемпионате мира был предсказуем. Рамазан отличается особым упорством и силой воли. Действительно, его потенциал огромен. В чем я не ошибался, но он доказал это своим чемпионатом мира, что стал чемпионом и блестяще, просто блестяще отборолся. И наперекор всем судьям, другим противникам, он действительно был мощнее сильнее. Он выполнил задачу, которая ему была поставлена. Спортивная жизнь такова, некогда расслабляться. Немного отдохнув, Рамазан вновь окунется в тренировки и к новым целям. В последнем матче 2016 года Ростов-Дон-Юфу переиграл своего ближайшего преследователя Самарский политех. Давайте еще раз насладимся этими прекрасными моментами победной игры. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А на сегодня у меня все. Леву, я передаю слово тебе и твоим очаровательным собеседницам. Пока-пока. Роман, спасибо огромное. Итак, совсем скоро возобновляется чемпионат России. Поездка в Астрахань. Когда отправляетесь? Когда будете играть? Ну, буквально через пару часов мы уже на автобусе отправляемся. Уже очень соскучились. Наконец-то мы все воссоединимся, наши команды. Мы соскучились по девчонкам. Вот. Девчонкам дали отдохнуть. И из-за этого мы буквально будем тренироваться только там в Астрахани все вместе. Вот. И как бы ждем, ждем сами этих игр. Так же, как и наши болельщики. Но не опасаетесь эту Астраханочку, которая в Лиге Чемпионов смогла все-таки показать хороший результат? Мы, конечно, поздравляем Астраханочку с тем, что они прошли следующий этап Лиги Чемпионов. Ну, как опасаться? Мы уважаем соперника, но мы тоже не лакошины. Вот. И как бы мы, естественно, едем за победой. Мы совсем скоро будем болеть за вас снова в Европе. Кубки ЕГЭ. Что за команды? Знаем только венгерский Эрт более-менее. А остальные для вас какую-то неожиданность, опасность могут дойти? Ну, с Эртом действительно лев ты прав. Мы играли вот позапрошлым году, когда мы играли в кубках. Очень хорошая команда. Мы тогда сыграли с ними нелегко. Тяжелая была игра. И я так и думаю, что на данный момент они также сильны. А вот по поводу немцев. У нас попались немцы. Норвегия – Бьясен. И венгры, соответственно. Ну, как бы вот, наверное, все-таки немцы для нас такая более темная лошадка. То есть мы как бы еще пока не готовились, не просматривали ее, потому что у нас еще до этого есть игры. А рановато. Ну, будем искать, будем смотреть. Ну, в Германии сейчас данный пол начинает так женски прогрессировать. Ну, да, там неплохой уровень. Там всегда был такой Бундеслига славится своим уровнем, да, высоким. Ну, единственное, что в последние годы, да, на мировой арене, там, в Европе, да, они не занимали какие-то высокие места. А так команды всегда сильные, взять тот же Лейпциг, который всегда… Которому Регина Шемхоте отбросила шестнадцать мяч. Да, кстати. Вот, поэтому нельзя никого скидывать со счетов. Вы пришли к нам, наконец, с подарками, в прекрасной майке. Если можно, на память попрошу у вас. Да, конечно, оставим вам футболочки. Добро списаться. Не, на это, на это. Ну, чтобы не было. Чуть-чуть я тебя подержу. Здорово. Огромное спасибо. Я думаю, что уже в следующей программе они будут красоваться здесь. И наши зрители никогда не забудут, что у нас в гостях были прекрасные игроки генбольного клуба «Ростов-дом». Чемпионки и просто красавицы. Мама. Майя Петрова, Елена Слевинская. Уважаемые друзья, на этом, я думаю, пора попрощаться. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин